Это карковка, буквально тут, километров 10 от вас, здесь находится поле, было 20 гектар томата Петророса. Значит, ну первое, он соответствует тем качествам, которые мы говорили. Это вам, кстати, я оставлю, потому что в следующий раз вас спросят. Пусть так и стоит. Пусть так и стоит. Такой твой омлет, Виктор. Все те, кто спадает, что мало. То есть он реально классно себя ведет в банки. Единственное, что, ну это для себя оказывается, что уксус, он гасит свет. Это любая продукция, и помидора, и, там, это рисунки спарбы, о которых дальше говорить. То есть вы видите здесь первое. Я назвал это Sun Protected. То есть это томат, который реально устойчивый к Солнечным Нажорам. За счет чего? За счет своей длительности. Томат выводился в Штатах, наряду с известными компаниями, американскими. Вот примерно одними или же людьми он сделался. То есть томат реально усыпанный. Классный цвет, красный. То есть устойчивость это все у него есть. Ну и дальше, если есть требования, там, чтоб томат хорошо релился на кубики, там, для заморозки. Петроросов для этих целей отлично подходит. Если требуется томат на пасту, там, или на аджику, то как раз вот Петроросова отлично на эти цели отходит за счет своих высоких веществ. Ну, здесь урожайность под 100 тонн в этом году, когда, ну, по томатов, как-то сложно было такое урожайность взять. И это как овка. Здесь много очень получается, наверное, в стены. А сколько плодов, например? Нет. Тому даже больше его там. Я насчитывал. 120 плодов мы насчитывали, ну, в среднем. Там 110, 130. У катар, никого. То есть, мы его отобрали, тогда была масса гибридов. То есть, очень понравилось. 14 штук было. Да. То есть, у одного фермера дали мне вот эти семена. Ну, я вам скажу так. Ну, просто, опять же, не хваля Петроросу. Виталий, томатник их называет, Петророса является эталоном качества. Опять же, форма, так как он консервируется в банке, цвет, ну, и урожайность. То есть, это его преимущество. Ну, я его еще называю томат для ленивых. Почему для ленивых? Потому что, ну, он реально лиан. Томат, вы знаете, относится к роду лиана. То есть, он при минимальных технологиях, при минимальных подкорках, он все равно дает там свой хороший тоннаж. Ну, на этом примере вообще ярко это показывает. Поэтому, если ищут томат на консервацию, переработку, заморозку, там, сушку, то смело нужно Петроросу предлагать. Ну, и по ценовой политике они очень, как бы, приятные для фермера. Можете сравнить, наверняка сравните, знаете. Вот. Спасибо за внимание. С вами был ваш Супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.